Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 18 марта. День мученика Конана Градаря. Назван в честь святого мученика Конана по прозванию Огородника. Он занимался возделыванием огорода, плодами которого и питался. Был он человек добрый и простосердечный, хотя он не был обучен грамоты, но проводил богоугодную жизнь. За отказ поклониться идолам в его ноги набили гвоздей и гнали перед колесницей и гимоной до тех пор, пока он не пал от изнеможения на колени и с молитвой на устах предал душу свою Богу. Этот день в народе называли днем Конана Градаря, Огородника, Катыша. А в древних церковных месяцесловах Конана назвали еще истрадником. Говорили, хотя бы в день Конана Градаря была и зима, начинай пахать или копать огород. Ты только начни в этот день, и непременно огород будет добр и овощей будет много. В народе говорили, Конан Огородник на огород позвал. Копали огороды, удобряли их навозом, замачивали семена капусты, помидор, готовили к посадке. Считали, что этими действиями крестьяне оказывают почтение небесному покровителю огородников, а он отблагодарит их добрым и обильным урожаем овощей. В этот день поминали мертвых, молились за пропавших без вести, веря, что они отыщутся. Приметы. Ясная теплая погода сегодня, лето будет теплым. Если в этот день вывезти навоз на огород, к урожаю. Если босыми ногами сегодня навоз натоптать, ноги болеть не будут. Сегодняшний день благоприятен для ухода за комнатными растениями. Их можно пересаживать. Если сегодня супруги выпьют вина с корицей, их чувства будут крепкими и сильными весь год. Конану-Градарю сегодня молились об избавлении от оспы. Сегодня не рекомендовали совершать крупные покупки. Они окажутся бесполезными, либо быстро испортятся. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Итак, на мой последний видос, на мой последний видос, если хотите выжить в этом сложном мире, вот я слушаю какие-то там передачи, и что говорится, мир сложен. Обычный человек, ну буквально-таки, выходит никому не нужен. Государство считается аппаратом принуждения людей, подавления, то есть оно-то само работает, использует людей для своих собственных нужд. А на самом-то деле надо, чтобы мы указали государству, каждый из нас указал, что я хочу жить вот так-то, вот так-то, вот так-то. И пожалуйста, обеспечьте мне вот эти все мои хотелочки. Естественно, чтобы все это было в определенных рамках, удовлетворяло, по крайней мере, большинство людей, не стесняло их. То есть не было аппаратом принуждения, а было аппаратом раскрытия каждого члена общества. Тогда, естественно, все и на государство трудились как следовать. То есть государство как образование, оно должно быть здоровым. Что касается нашей цивилизации, скажем так, в общем плане, это крайне больное образование, которое, как раковая опухоль, стремится сожрать организм. Некоторые государства стремятся, будем говорить, сожрать вот эту всю цивилизацию, у кавычках. Поэтому, чтобы вы не попали в просаг, чтобы вы не орали там, что нету там врачей, что нету лекарств, я там погибаю и прочее, прочее, все это решается совершенно иными методами, один из которых народная медицина. Изучайте это все, изучайте. Опыт наших предков, он как раз и дан нам для того, чтобы мы выжили. И вот, кстати, кстати, пришло письмецо на данную тему, очень хорошее, от моей давней, хорошей знакомой Елены, по поводу голодания, которое поможет вам в любой ситуации. Я не хочу сказать, когда люди, ну будем говорить, остались без продуктов, это очень важно подщеркнуть, а то вы думаете, люди остались без продуктов, а вы еще советуете, да, и поголодайте, мол, чтобы побыстрее, так сказать, дошли. Это имеется в виду, если у вас при наличии каких-то там продуктов, то есть с питанием более-менее еще нормальненько, а вот возникло ту или иную заболевание, как в этом случае действовать? Это именно относится к этому. Итак, вот что пишет Леночка по поводу голодания и модного заболевания. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Вот и я доросла до ваших советов. Сейчас посмотрела ваше видео про голодание на Ютубе. Согласна полностью. Прививок я не делала и благополучно прожила этот период ковида без каких-либо проблем со здоровьем. Иммунитет отличный. Но тут вдруг впервые лет за 20 заболела температура и весь ковидный список симптомов. Но никаких препаратов я не принимаю. И в этот раз не стала. Выбрала вариант голодания и просто слушала свой организм. Первые два дня ничего кроме стакана чистой воды через каждые 2-3 часа. Как раз прием воды позволяет промывать побыстрее все, что голод начинает удалять. Было плохо. Но организм справился, естественно, будет плохо. От этого никак не денешься. Но организм включает резервы свои на полную мощь и начинает справляться с любым практически заболеванием. Ну, до определенного истинного периода. Потом еще 2 дня сухого голодания. Уже на третий день самочувствие стало в норме. Организм справился сам без таблеток. Но я продолжала еще немного голодать. Итог. Через 4 дня голодание полностью восстановилось. И чувствовал себя даже лучше, чем до заболеваний. Энергии и сил больше стало. Выходило тоже медленно и аккуратно. Поэтому получилось почти 5 дней голодания. Результат отличный. Спасибо за ваш труд. Будьте счастливы. И добавим. И здоровы. И это не один отзыв. Их множество. Если вы посмотрите, почитаете. Очень много людей подчеркнуло, что справлялись с гриппом, с модным заболеванием путем голодания. Трое-четверо суток и нету. И плюс нету шлейфа разного рода осложнений. Это уже ваш опыт, которым я делюсь с вами.